Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мгновенно поняла, что он сейчас умрет Я его схватила, начала трясти А у него, видимо, запал язык После того, как они немножечко Пришли в себя, я спросила, что это было И они мне сказали, что это был героин Я через веру Через приход к Богу Обрел и семью, и покой души Творчески состоялся Теперь для меня творчество Это не просто там Самовыражение, а хвала Господа, но именно этим мы Занимаемся в студии Хвалим и поем Богу нашему Меня зовут Максим Михальцов Я режиссер фильма «Синергия» Сам термин «Синергия» означает Необходимо совместное действие Человека и Бога для спасения человека То есть человек должен откликнуться На призыв Божий В нашем фильме же это слово означает еще и то Что происходит совместное сослужение больным Врачей и сестер милосердия В обществе же отношение к психическим заболеваниям такое Что лучше заболеть, там, не знаю, руку поломать Или заболеть с туберкулезом Нежели каким-то психическим заболеванием А когда ты начинаешь глубже вникать в эту проблему То ты понимаешь, что это такие же люди обычные, нормальные люди И зачастую даже люди ранимые, тонко чувствующие Подвергаются этим заболеваниям Когда мы снимали в детском отделении психиатрической больницы Такое большое количество там, конечно, находится детей Которым не хватает любви И они каждого взрослого мужчину воспринимают как отца Конечно, очень тяжело закончить съемки, уйти Когда ты понимаешь, что людям-то, детям Больше всех каких-то правильных лекарств Нужно просто человеческое тепло и любовь Фильм нашей студии, который я сняла как режиссер Это фильм «Пасха на Лысой горе» Конечно, это фильм, который я пропустила через сердце Потому что, ну, столкнулась очень близко с судьбами Такими, очень трагическими судьбами людей Открыл для себя как-то глубже человека Фильм сыграл роль... просто как-то поменял жизнь этих людей По сюжету я наблюдаю за братьями на подворье, которые готовятся к Пасхе Импровизированный концерт Я им говорю «Ребята, давайте вы в концерте исполните пасхальное песнопение» Это было первое церковное песнопение, которое они исполнили хором Впервые в своей жизни А после этого, через несколько месяцев, создался братский хор И сейчас на подворье поют только братья на литургии Сами Такое чудо Вера тоже А вот часто мы и не замечаем, что в нашей жизни происходит чудо И у меня, например, случилось, когда раздался звонок И мать Анна позвонила и пригласила меня прийти и посмотреть монастырь И решить, могу ли я работать с ними Я профессиональный сценарист, режиссер Вся жизнь моя была в кино, телевидении И я стала снимать фильм о людях, которые были мне интересны, о которых я тоже ничего не знала О бомжах, о людях выброшенных на дно Наркоманах, пьяницах, зэках, как говорят Я просто не находил смысла Вот как выкарабкать с этой левой паутины, понимаете Я только знал проснуться Извините Вот, все, больше ничего Чтоб не видеть никого и не слышать По мере того, как мы общались Вот это удивление переходило в какую-то надежду Может, в каждом из них Я иногда не видела надежды Я их спросила там на одной съемке Ну, вы как-то строите планы? Вы верите, что вы еще отстанете? Что вы окажетесь снова в этой жизни В полноценной, там, счастливой, нормальной жизни? И ни один из них не сказал «да» Они сказали, что не хватает доброты Вот им в мире не хватает доброты Нужно быть добрым, каждый из них сказал Нужно, чтобы все были добрыми Нужно, чтобы люди были добрыми А вот это ощущение, что нельзя проходить мимо ни одного человека Что всегда есть в нем Остается человеческое и очень много Меня зовут Виталий Любецкий Я режиссер фильма «Главная роль» Фильм «Главная роль» это фильм о любви О любви двух людей О любви родителей к своим детям О любви Бога к человеку И когда вот столько любови соединяется воедино То происходит чудо Чудо спасения человека Чудо его воскрешения К нормальной, обыкновенной, человеческой жизни С ее простыми радостями Господь настолько любит, что после всего Он берет и дает мне мужа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok